Привет, друзья! Не планировал снимать это видео, но после того, как вскрыл и немножко здесь перепаял DMS, подумал, что это видео будет очень интересно для некоторых людей, а может даже для большого количества людей. Ставьте лайк, если такие видео вам нравятся. Спустя примерно 4 года, эту батарею я делал 4 года назад для электросамоката CityCoco, сейчас вы видите его на экране. Это видео есть на канале, ссылку на него я оставлю в описании и закрепленном комментарии. Так вот, спустя 4 года батарею привезли. Получается, самокат двигался по дороге и батарейный отсек поливало водой от проезжающих в попутном направлении автомобилей. В итоге вода попала в батарею немножко. Произошла небольшая беда, по разъему здесь видно, что он немножко окислился. Но, как я уже сказал, я тут немного уже занялся батареей, отрезал все провода и по очереди подпаял их к DMS. Потому что через разъем уже совершенно нет контакта. Но то, что я сделал, не помогло. BMS не стартует. Кто-то задастся логичным вопросом. А как проверить, что BMS не работает? То бишь, ключи разомкнуты. И я отвечу, что это довольно просто. Особенно, когда разъем в таком состоянии находится. Достаточно измерить напряжение на выходе батареи. 54,4 Вольта. И теперь я измерю напряжение в обход BMS. То бишь, это минус, а тут плюс. 66,5 Вольта. Отсюда можно понять, что ключи BMS разомкнуты. И она в ошибке. Единственные догадки у меня, что когда вода попала, она прошла дальше в BMS, попала на плату. Либо там внутри что-то отгнило. Потому что здесь есть вот этот контакт. Он даже отгнил вот здесь. Пришлось немножко пластик подплавить, чтобы подпаяться. Но это не помогло. Сами элементы исправны. Это можно выяснить, измерив на них напряжение. 4,1. 4,1. 4,1. На всех элементах. Ну, я уже проверял на всех элементах. Нормальное напряжение. 4,1. И крайний. 4,1. Проблема в BMS. Кстати, по поводу аббревиатуры BMS. Кто-то мне говорит, что правильно говорить. BMS. Но ведь надпись на английском. Первая буква B. Battery. И она читается как B. И те, кто говорят BMS. Они просто... Ну, неучи, так скажем. Сама замена BMS здесь не особо интересна. Это делается довольно просто. А вот измерить остаточную емкость спустя 4 года. Некоторые подписчики и просто люди, зашедшие на канал, бывает, задают мне вопросы. Как эти элементы служат? На что я им отвечаю, что эта батарея служит уже 4 года. Сезон довольно длинный у этой батареи. До октября, как минимум, полный заряд делается раз в 2 дня. Получается, циклов она прошла прилично. У клиента вот такое вот зарядное устройство, которое отображает емкость. И я время от времени не интересуюсь, какая остаточная емкость у этой батареи. Вот за 4 года с 30 Ач эта батарея... Кстати, я не сказал. Кто не знает, эта батарея на 60 Вольт 30 Ач. С 30 Ач за 4 года у нее осталось 28,5 Ач. То есть, емкость упала всего лишь на 1,5 Ач. Получается, если верить показаниям данного зарядного устройства, то можно легко посчитать деградацию. Если даже не брать апрель, взять май, июнь, июль, август и сентябрь, это 5 месяцев. Так как заряд идет раз в 2 дня, это 15 циклов в месяц. 15 умножаем на 5, получаем 75. То есть, 75 циклов в год, 75 умножаем на 4, получаем 300 циклов за 4 года. Если взять 30 Ач за 100%, 28,5 Ач за Х, то деградация составила всего лишь 5% за 300 циклов. И это очень хороший показатель. Ну а какая реальная емкость? Это я хочу измерить. Все равно мне ее вскрывать сейчас. БМС менять. Я доберусь до элементов. Сейчас посмотрим, в каком она состоянии. Может быть, даже куда-то еще попала вода. Очень интересно, как за 4 года выглядит батарея. Вам же тоже интересно. Ставь лайк, если интересно. Термоусадка за это время прям высохла. Просто ломается. Офигеть. Надо же батарея. Через 4 года. Да, тут видно, были небольшие удары. Пыль появилась от углов, от истирания. Да. Да, это ничего страшного. Это нормально. Элементы исправны, в порядке. Теперь я добрался до Б-минуса. Сейчас отпаяю его и демонтирую БМС. Сначала хотел протестировать всю батарею. Но это довольно долго будет, трудозатратно. Зачем это делать, если можно протестировать отдельно элемент. Вот здесь, допустим, подписано 29,49. То есть, емкость элементов не была 30 Ач, а чуть поменьше. 29,49. Сейчас подпаяюсь к одному из элементов. Так будет гораздо быстрее. Так, готово. Сейчас быстренько гляну, какими токами я тестировал в тесте. Заряжал я током 25 Ач, разряжал током 35 Ач. Сейчас поставлю на дозаряд. При таком токе в них заливается не по полной. Зарядное устройство, естественно, отключается раньше. Ну вот, зарядное устройство считает, что оно отключилось. Если выставить 25 Ач, то зарядное устройство отключается. Если поставить, допустим, 3 Ач, то одну десятую емкость. Элемент дозарядился. В принципе, немного в него залилось. 502 мАч. Но от 30 Ач это уже пол Ач. А здесь 29,4 Ач, да? Ну, сейчас проверим. 35 Ач поставлю до 2,75 В. Погнали. Ради интереса, ставьте на паузу и пишите в комментариях, сколько сейчас отдаст элемент в реальном тесте на емкость одним и тем же зарядным устройством. Элемент разрядился, отдал 28 285 мАч. Было у него 29 400. Исходя из этого, можно посчитать процент деградации. 29,4 Ач это 100%. 28,28 Ач это X. Из этого легко вычислить, что процент деградации 3,79%. Это просто замечательный результат за 300 циклов. Поставлю обратно на заряд. 25 Ач. Пусть заряжается. Ну, а я пока буду здесь демонтировать BMS, отпаивать. Припаивать новый разъем. Это, конечно, работа таящая. Припаял новую BMS. Силовые провода. Все готово. Также балансировочный разъем. От новой BMS я отрезал провода. И просто нарастил на разъем. Перед тем, как подключать, нужно обязательно прозвонить. Подключаю отрицательный щуп на B-, на черный провод. И начинаю 4,1. Напряжение должно увеличиваться каждый раз на 4,1. В данном случае. Потому что элементы все заряжены до 4,1 В. 8,3, 12,4, 16,6, 27, 24,9, 29, 33,2, 37,4, 41,5, 45,7, 49,8, 54, 58,2. 62,3, 66,5 В. На силовом выходе сейчас напряжение падает. Потому что разъем не подключен. Подключаю разъем. Теперь измеряю напряжение на выходе батареи. 66,4 В. Это полное напряжение батареи. BMS исправно. Все работает. Ну, теперь осталось дело за малым. Зафиксировать BMS. Обратно упаковать и отдать клиенту. Чтобы он опять радовался, пользовался. Единственное, что нужно быть более аккуратным. С влагой не заливать батарею. На этом у меня все. Вот такое вот коротенькое видео. Может быть не совсем коротенькое. Надеюсь, вам было полезно. Если полезно, ставьте лайк. Если не полезно, дизлайк. Делитесь этим роликом в соцсетях. Это лучшая благодарность для меня. Оставляйте комментарии из пяти и более слов. Это помогает продвигать видео и канал в целом. До новых встреч на канале, друзья. Всем пока.